То есть когда идет оппозиция, оппозиция, если нет средств выражения своей оппозиции, если она не публикуется или не может довести до населения, до своих сторон, те или иные мысли, ну завтра мы запретим, а завтра появится республика. Кому это нужно? Кому это нужно? Я задаю вопрос. Я обращаюсь даже к вам, вот, через телевидение, тем людям боязливым, которые боятся. Вы поймите, что если мы будем пригавливать, ограничиваться, зажимать и так далее, ну хорошо, вместо газетных этих страниц появится республика, значит что? Кто от этого выйдет? Мало того, любой запрещенный плод, жидославный, так говорится. Так вот, с этой точки зрения, простая логика говорит, что мы должны найти поэтапный посетенный путь, для того, чтобы каждый мог выражать свою волю, не бояться журналистов, что они будут злоупотреблять, так что это, я думаю. Для этого есть один из вопросов, это ответственность религартовских коллективов. Если это газета-тервисты, и есть религартовские коллективы, я уверен, что любую претензию надо дать в комиссии, у которых будет вторым, и одновременно с этим не срасти. Кто финансирует, кто пропускает эту газету, и тогда все станет на нас. Но самое главное, еще раз хочу сказать, если не будут критики, вы поймите, движение вперед просто не будет. Я не хочу просто вам еще, еще раз открывать Америку, но мы до этого уже выросли давно, из этих штанишек выросли, И нам пора уже всерьез заниматься. И ведь когда идет оппозиция, оппозиция, если нет средств выражения своей оппозиции, если она не публикует или не имеет довести до населения, до своих сторонников те или иные мысли, ну завтра мы запретим, а завтра появятся листочки. Кому это нужно? Кому это нужно? Я задаю вопрос. Я обращаюсь даже не к вам, а вот через телевидение тем людям боязливым, которые боятся. Вы поймите, что если мы будем придавливать это все, ограничивать, зажимать и так далее, ну хорошо, вместо газетных этих страниц появится листок. Ну и что? Кто от этого играет? Мало того, любой запрещенный плод, всегда сладок, да, говорят по-русски? Так вот, с этой точки зрения, простая логика говорит, что мы должны найти поэтапный, постепенный путь, и мы ее найдем обязательно, для того, чтобы каждый мог выражать свою волю и не бояться журналисты, что они будут злоупотреблять той свободы, которая дана. Для этого есть один инструмент. Это ответственность редакторских коллективов. Если эта газета зарегистрирована где-то, и есть редакторский коллектив, я убежден, что любые претензии надо предъявлять кому-то. Во-первых, редакторам, и одновременно с этим и связь, кто финансирует, кто пропускает эту политику. И тогда все станет на месте. Но самое главное, еще раз хочу сказать, если не будет критики, то поймите, движение перед пустым. Я не хочу просто вам еще и еще раз открывать Америку, но мы в этом уже выросли давно, из этих штанишек выросли. И нам пора уже всерьез заниматься. Ильичка дает эту политику, потому что здесь есть, здесь она не публикует, и его довести до населения, до того сторонника. Завтра мы запретим, а завтра появится листок. Кому это нужно? Кому это нужно? Я задаю вопрос. Я обращаюсь даже не к вам, а вот через телевидение тем людям, выездливым, которые боятся. Вы поймите, что если мы будем придавливать это, ограничиваться, зажимать и так далее, ну хорошо, у нас газетных этих страниц появится листок. Значит, кто от этого выберет? Мало того, любой запрещенный плод, всегда слабый, да, говорит Борисович? А? Так вот, с этой точки зрения, простая логика говорит, что мы должны найти поэтапный, по себе антон. И мы ее найдем, для того, чтобы каждый мог выражать свою волю, но не боятся журналисты, что они будут злоупотреблять той свободы, которая дана. Для этого есть один инструмент. Это ответственность редакторских коллективов. Если эта газета зарегистрирована, и есть редакторский коллектив, я убежден, что любые претензии надо предъявлять кому. Во-первых, реперторам, а и одновременно с этим издателем. Кто финансирует, кто выпускает эту газету. И тогда все станет на место. Но самое главное, еще раз хочу сказать, если не будет критики, вы поймите, движения перед просто не будет. Я не хочу просто вам еще и еще раз открывать Америку, но мы до этого уже выросли давно. Из этих штанишек выросли. И нам пора уже всерьез заниматься. Когда идет оппозиция, оппозиция, если нет средств выражения своей оппозиции, если она не публикуется или не имеет зависеть до населения, до своих сторонников те или иные мысли, ну завтра мы запретим, а завтра появятся листовки. Кому это нужно? Кому это нужно? Я задаю вопрос. Я обращаюсь даже не к вам, а вот через телевидение тем людям боязливым, которые боятся. Вы поймите, что если мы будем придавливать это все, ограничивать там, зажимать и так далее, ну хорошо, вместо газетных этих страниц появятся листовки. Ну и что? Кто от этого играет? Мало того, любой запрещенный флот, где досладок, да, говорят по-русски? Так вот, с этой точки зрения, простая логика говорит, что мы должны найти поэтапный, постепенный путь, и мы найдем обязательно для того, чтобы каждый мог выражать свою мину, не боясь журналисти, что они будут его употреблять, то есть уходы, которые мы даем. Для этого есть один из того, что это ответственность репартерских коллекций. Если эта газета зарегистрируется и есть репартерские коллекции, я уверен, что мы будем претендентом, когда мы не подвергаем репартерам, и одновременно с этим и не снять, кто реализирует, кто выпускает эту коллекцию. И тогда все остальное. Но самое главное, еще раз хочу сказать, если не будет критики, вы поймите, движение вперед просто не будет. Я не хочу, по словам, еще раз открыть Америку, но мы до этого уже выросли давно, из этих штанишек выросли, и нам пора уже всерьез заниматься. То есть, когда идет оппозиция, оппозиция, если нет средств уражения, своя оппозиция, если она не публикуется, или не умеет принести до населения, до свидетельства, те или иные мысли, то завтра мы запретим, а завтра появится лист. Кому это нужно? Кому это нужно? Я задаю. Я обращаюсь даже не к вам, а вот через телевидение, тем людям, которые боятся. Вы поймите, что если мы будем придавливать это все, ограничивать там, зажимать и так далее, ну хорошо, вместо газетных этих страниц появится листов. Ну и что? Кто от этого выиграет? Мало того, любые...